В этом году сентябрь удивил горожан своими погодными сюрпризами. Начало месяца было довольно тёплым. Иногда столбик термометра поднимался даже до отметки в 30 градусов. Подул северный ветер, который принёс холодные осенние дожди и заморозки. Но долгожданное бабье лето всё же наступило. Тёплый воздух в регион пришёл вместе с антициклоном с островов в Атлантическом океане. Над нашими районами усиливается гребень Азорского антициклона, а значит, почти до конца месяца будет преобладать повышенный температурный фон на 4-5 градусов выше климатической нормы. Днём воду будет прогреваться до плюс 18-20 градусов, а на солнце в полдень ещё теплее. Ночью столбик термометров уже не поднимется выше плюс 5 градусов. В низинах до 3 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, полностью в свои права осень вступит в октябре. Средняя месячная температура воздуха в центральном календарном месяце осени ожидается плюс 4-5 градусов. Это в пределах климатической нормы. Что касается осадков в октябре, то их будет также в пределах обычного – около 55 миллиметров. А пока соровчане радуются внезапному теплу, солнечной погоде и надеются, что бабье лето ещё задержится в регионе. Я жду бабье лето. Надеюсь, мы ещё погреемся пару недель. А потом всё как обычно – холодно и промозгло. Я осень обожаю. И дождь, и снег, всё что угодно. А золото – это вообще красота. Замечательный, самый лучший. Погода постоянно преподносит нам сюрпризы, радует небывалым теплом осенью или огорчает внезапными холодами летом. Так, в 99-м году синоптики зафиксировали самую высокую температуру воздуха в октябре – плюс 23 градуса. Правда, было это в Волгограде. А самым холодным октябрь в России был в 2014-м. Тогда столбик термомты редко поднимался выше плюс 1 градуса. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.